Эта польская актриса для наших соотечественников давно стала символом наступающего нового года, потому что сейчас ни один из этих праздников не проходит без прекрасного рязановского фильма с ее участием. В личной жизни актрисы Барбары Брыльской, как и у ее героини, все влюбленности тоже были яркими и, как в сюжете ирония судьбы или с легким паром, неожиданными. Красивая и сексуальная актриса сводила с ума многих, но ее биография насчитывает только два официальных брака, это были двое главных мужчины, которые так или иначе, но оставили отпечаток в ее судьбе. Кем же были мужья актрисы, которые запали ей в сердце? Первый муж был несколько старше Барбары, совсем не интересовался творчеством, и ради которого она бросала театральный институт, о котором так много мечтала. Второй ревнивый, мстивший жене, крутил романы налево и направо. В этом браке Барбара родила двоих детей. И надо отметить, что только дети Барбары Брыльски стали ее наградой за все страдания в жизни. В 1941 году в местечке Скотники возле города Лоц берет начало биография Барбары Брыльски. Она родилась в самой обычной семье, мама была швеей, а отец слесарем. Способности к творчеству обнаружились у Брыльской еще в ранние годы, но поначалу она тяготела к рисованию. Родители решили развивать способности дочери и отдали ее в художественный лицей. И именно благодаря этому лицею, в который однажды заглянул помощник режиссера и случайно наткнулся на Барбару, искавший подходящую актрису на роль в фильме «Галоши счастья», стал судьбоносным. Так, юная Барбара в свои 15 лет сыграла свою первую роль. Процесс работы длился три года и произвел на школьницу незабываемое впечатление. Но параллельно со съемками она училась в школе, посещала драматический кружок и уже тогда точно знала, что свяжет свою судьбу с актерством. Впервые Барбара побывала на съемочной площадке в Советском Союзе, когда работала над мини-сериалом «Освобождение». Затем была картина «Города и годы». При создании картины «Ирония судьбы» или «С легким паром» режиссер картины Эльдар Рязанов потратил немало времени, просматривая кандидаток на роль Наде, а потом вдруг неожиданно для себя выделил польскую актрису Барбару Брыльский и лично решил ей позвонить, чем ее удивил, ведь обычно режиссеры лично не звонят, для этого есть помощники. Барбара ответственно подошла к съемкам «Ирония судьбы» или «С легким паром». Она раньше всех актеров пребывала на съемочную площадку, именно по этому поводу она сначала не могла найти общий язык с Андреем Мехковым, но потом они подружились. Картина вышла на экраны в 1976 году и на целые десятилетия стала для россиян символом Нового года. Барбару даже наградили государственной премией СССР, но именно это стало причиной, по которой от нее отвернулись на родине. У себя на родине она была звездой еще до участия в этой картине, ведь подарила публике немало ярких образов, но потом ее почти перестали звать в фильмы. В 2008 году было снято продолжение картины, которая также стала довольно успешным, хотя и вызвала немало споров. А что касается личной жизни актрисы, то первым мужем Барбары Брыльски стал польский математик Ян Боровиц. Они познакомились в поезде, на тот момент Барбаре едва исполнилось 17 лет, а Яну было 23. Родители мужа были категорически против актерской карьеры Барбары. Говорили, что такая жена не сможет сделать счастливым их брак. Ян также не поддерживал желание Барбары быть актрисой. Она была безумно влюблена в него и на какое-то время даже сдалась, ушла из кино. Но вскоре вернулась обратно, как только Ян не пытался ее одомашнить. Съемки и семья для нее тогда существовали словно в параллельных вселенных. Муж же не проявлял к ним интереса, не ходил на премьеры и даже запретил жене использовать в титрах его фамилию. Их ранний брак как раз выпал на период, ошеломляющий популярности Барбары в Польше и далеко за ее пределами. В довершение ко всему Яна начали называть мужем Барбары Брыльский или того хуже, пан Брыльский, что его невероятно возмущало. Тогда Барбара завела роман с коллегой словно в отместку за непонимание. Что в сущности, и поставила точку в их отношениях с Яном, правда не сразу. Тайным возлюбленным оказался актер Ежезельник на пять лет младше Барбары. Она умела выбирать красивых мужчин, но только вот счастье они ей не приносили. Съезжелюбовный роман длился три года, и все это время она была замужем. Вместе с Зельником они снялись в нашумевшем фильме «Фараон». У нас Брыльска известна в основном по иронии судьбы или с легким паром, а вот у польского зрителя прежде всего актриса ассоциируется с фильмом «Фараон». У нас он был запрещен из-за излишне откровенных сцен. Ей долго не могли подобрать партнера. Тогда она сама привела своего возлюбленного на съемочную площадку, и дуэт тут же сложился. Химия в жизни перенеслась на экран. Но став известным, Ежерас правил крылья и сам стал заводить романы с женщинами, а Барбара оказалась не у дел. С мужем Барбара Брыльски развелась после 11 лет совместного брака, но умудрились остаться в приятельских отношениях, что случается далеко не у всех. А на съемках фильма «Белые волки», в то время Барбаре было 28 лет, она повстречала актера Слободана Дмитриевича. За этим мужчиной она готова была пойти на край света и говорила о нем так. «Его страсть, открытость в любви и неуемная чувственность ошеломили меня. Ради него я готова была бросить все, работу, мужа, страну. Мне показалось, я не могу без него жить, дышать. Пара была очень красивой. Они какое-то время жили в Германии. Барбара как раз успела расторгнуть первый брак, а от Слободана получила предложение руки и сердца, на что она, не задумываясь, ответила «да». Он уехал на родину в Югославию и стал уже даже готовиться вроде бы к свадьбе, как вдруг исчез из поля зрения. Барбара позвонила ему сама, но трубку взяла его мама и попросила больше никогда не беспокоить ее сына. На этом их отношения закончились. Барбара тяжело переживала тот период и вдруг, как глоток свежего воздуха, судьба дарит ей встречу с Людвигом Космалем. Он врач-гинеколог и снова невероятно красив. Они поженились, и Барбара родила дочь, которую нарекли тоже Барбарой. Именно в тот период брыльски, получает предложение о съемках в «Союзе иронии судьбы» или с легким паром. Соглашается, и дальше началась круговерт съемок и разъезды. Муж тем временем увлекся алкоголем и женщинами, при этом дико ревновал Барбару. Дома скандалы стали почти нормой, отношения все накалялись. И как-то на съемках в Болгарии актриса познакомилась со Стефаном Данаиловым. Он также был женат, но, как выяснилось позже, разводиться и не собирался. Зато Барбара восприняла их отношения за серьезные и объявила мужу о том, что уходит от него, тогда Стефан просто пропал из поля зрения. И Барбара снова оказалась неудел. Она всю жизнь подвержена предательствам со стороны мужчин, но пройдет совсем немного времени, и они опять сойдутся с Людвигом Космалем, с которым успели недолго пожить отдельно. В 42 года Барбара родила сына, которого нарекли, как и отца, Людвигом. Только и второй ребенок не смог сохранить их брак. Уже через полтора года они окончательно расстались с мужем, но продолжали жить в одном доме. Людвиг-старший при этом был ужасно ревнив и не разрешал приводить мужчин Барбаре. Потом, в 1993 году, случилось несчастье, погибла их дочь Барбара в автокатастрофе. Брыльски очень тяжело переживала тот период, она переосмыслила все в своей жизни, и вопрос с мужчинами закрыла для себя навсегда, она решила, что больше не будет заводить романы и влюбляться. В приоритете с тех времен семья. Она всецело посвятила себя сыну, а сейчас получает вознаграждение внуки, которые часто бывают у нее на даче и радуют ее сердце. О себе Барбара скажет следующее. «Я прожила богатую, насыщенную жизнь. Была счастлива. Это даже не стакан счастья, а целое ведро. Одному человеку и 500 лет не хватит выпить его до дна. Но за все надо платить. Сейчас актрисе 81 год, но она все так же прекрасна, полна сил и энергии, только более философски на все смотрит, а свои ошибки в жизни воспринимает как опыт, данный свыше». Субтитры создавал DimaTorzok